Здравствуйте! С вами программа «Лучше знать» и я, Анна Васильева. Мы снова подведем итоги главных событий уходящей недели и постараемся объяснить, что они означают и то, как они повлияют на нашу с вами жизнь. И как обычно мы постараемся сложное сделать простым и понятным. Прошлая неделя прошла уже в привычном русле, в полувоенном. Вводились новые санкции против России и Беларуси и ожидалось, что вот-вот будут введены ответные. Однако их пока нет, но и те, что мы вводим сами, больно бьют по нашей стране. Тем не менее, их поддерживает две трети населения страны. Но есть нюансы, и о них мы будем говорить в нашей программе. Тем временем стало ясно, что памятник в Парке Победы приговорили к сносу. Рижская мэрия обследовала памятник и объявила его опасным и аварийным. И немедленно обнесла забором, полностью перегрыв доступ к нему. Но так как никаких конкретных примеров его износа и неисправности не было предъявлено, то создается впечатление, что это было не техническое заключение экспертов, а просто политическое решение в такой вот гибридной упаковке. А после того, как Министерство юстиции предъявило четыре плана ликвидации памятника, в этом просто не осталось сомнений. И что дальше? Попробуем дать прогноз. Национальный совет по электронным СМИ на прошлой неделе одержал очередную победу, заблокировал еще 16 российских сайтов. Но в этот раз действительно доставил массу неудобств латвийцам, так как под блокировку попали электронные почтовые ящики на Mail.ru и Яндексе. Но при этом эти неудобства больше раздражающие, чем реальные. Так зачем же нужна война с этими символами? Попробуем разобраться. Но обо всем по порядку. Сносить нельзя помиловать. У памятника победы нет шансов. Болевые приемы. Цену санкции спроси у бедных. Символические запреты. Зачем в блокируют интернет? Сносить нельзя помиловать. У памятника победы почти нет шансов. Не надо строить иллюзий. Поздно собирать деньги на ремонт памятника освободителям. Шансов его сохранить нет совсем. Его приговорили. Это стало окончательно ясно после того, как Министерство юстиции предложило четыре решения, как убрать памятник бойцам Советской армии из Парка Победы в Риге. Самый жесткий, простой и быстрый вариант предусматривает расторжение договора с РФ о сохранении памятников, так как Россия, как одна из его сторон, развязала войну. Последствия этого пути будут даже масштабнее, чем снос одного памятника. Все памятники Советской армии окажутся незащищенными от сноса. Более изящный и долгий вариант проверить, не нарушила ли российская сторона свои обязательства, и ухаживает ли за 110 памятными для Латвии местами в России. Если Россия не выполняет договоренность, она может быть необязательной и для Латвии, и с теми же последствиями для всех памятников. Третий вариант более мягкий. Нужно интерпретировать 13 пункт договора Латвии и России от 1994 года. Относится ли он вообще к этому памятнику? Придумать юридическое объяснение, почему не относится, и снести. Но только его. Последний предложенный Минюстом вариант – переместить памятник в другое место в пределах Латвии. Это самый дорогой вариант и самый мягкий, потому и самый маловероятный. После озвучивания этих вариантов ликвидации памятника было высказано предложение решить судьбу памятника референдумом. И это самый жесткий и надежный вариант. Ведь не секрет, что для большой части жителей Латвии этот памятник неприемлем. А после вторжения России в Украину и для тех, кто относился к нему нейтрально, он стал символом агрессии и агрессора. Даже для тех, кто был за памятник, сейчас выйти и защищать его в ситуации войны в Украине будет морально почти невозможно. И это означает только одно – та часть общества, которая хотела снести памятник, сейчас имеет идеальный момент для этого. И обязательно им воспользуются. Да, этот снос памятника снова расколет общество, но не настолько, чтобы вызвать серьезные и опасные беспорядки. Из этого приходится сделать вывод – памятник освободителям снесут, и других вариантов пока не просматривается. Тем более, что в ответ Россия может только санкции ввести, но не ясно какие, так как Латвия и так порвала почти все связи с Россией. Болевые приемы. Цену санкций спроси у бедных. Проводя болевой прием против противника, важно самому себе ничего не сломать. Так и с санкциями. Хорошо бы, чтобы плохим от них было плохо, а нам хорошим хуже не становилось. Но так, увы, не бывает. И тем не менее, согласно опросу, проведенному по заказу Фонду общественной интеграции, в Латвии 66% респондентов поддерживают экономические санкции против России. И только 27% жестко против санкций. Санкции чаще поддерживают молодые респонденты, латыши, люди с более высокими доходами, а также те, что в целом не поддерживают российское вторжение в Украину, говорят авторы опроса. А вот с этого места становится интересно. Итого, против санкций чаще выступают пожилые или взрослые русские с доходами от среднего и ниже. В принципе, это понятно и подтверждает неофициальную статистику о том, что доходы русскоязычных в Латвии в целом ниже. Что это нацменьшинство маргинализировано, в нем меньше людей с высшим образованием и на хороших должностях. Это очевидный всем в Латвии факт, исторически сложившаяся ситуация. О ней просто не принято говорить. Но вот она налицо и проявилась в сложный для страны момент. Но не надо думать, что только эти люди исходят из того, что им санкции не по карману. Из тех, кто поддерживает санкции, 3% поддерживают их при условии, если от этого расходы увеличатся не более чем на 200 евро в месяц, 4% не более чем на 100 евро и уже целых 7% согласны потерять не более чем 50 евро в месяц. И что это означает? То, что с санкциями следует быть предельно аккуратными. Если они обойдутся в 150 евро подорожания, то поддерживающие санкции могут оказаться в меньшинстве. А учитывая тенденции роста цен на все, риски остановки производства и строительства, то этот сценарий следует учитывать. Иначе и поддержка Украины, и гостеприимство к беженцам, и сплочение общества против войны окажутся под угрозой. Символические запреты. Зачем в Латвии блокируют интернет? Национальный совет по электронным СМИ, он же NEPLP, одерживает победу за победой. Он уже запретил почти полтысячи вредоносных сайтов в интернете. Это почти все российские СМИ. Это платформы для стримингового телевидения. А на этой неделе он добрался и до почтовых и поисковых служб. Mail.ru и Яндекс теперь запрещены в Латвии. Настолько, что на эти почтовые службы дорожная полиция больше не будет отсылать извещения. И понятно, что писать с них в госучреждения теперь бесполезно. Вам не ответят на ваш запрещенный мейл. Это, конечно, создало неудобства для сотен тысяч латвийцев, у которых десятилетиями были почтовые ящики на этих серверах. У многих их объявления, CV, связь с банками и прочие документы были связаны с этими почтовыми ящиками. И их это не порадовало. Многих просто взбесило. Теперь им придется во все свои документы вносить новые разрешенные адреса. А это долго и муторно. Но если у этого неудобства есть веская причина, то можно и потерпеть. Но есть ли она? Непл полагает, что таким образом он ограничит поток российской дезинформации и пропаганды. Но пользователи интернета считают иначе. Они уверены, что это вынудит сотни тысяч людей пользоваться виртуальной частной сетью VPN. И вся пропаганда РФ станет им доступна, как и прежде. Ведь VPN в Латвии разрешен. Похоже, что мы видим тот самый случай, когда желание что-то ограничить снимает все ограничения и работает против заявленных целей и задач. То есть не несет никакой пользы, кроме вреда. Это по меньшей мере ошибка. А в худшем случае это просто ритуальная борьба с символами ради галочки в отчетности. Это все, что вам лучше знать о Латвии за минувшие семь дней. Я поздравляю всех причастных с праздником Пасхи и желаю приятных выходных. Берегите себя и увидимся через неделю.